Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 марта. И я вот уже говорила, что раз сегодня полнолуние, я ничего с землей не работаю, я просто хочу ответить на некоторые вопросы более подробно моих зрителей. Потому что я когда читаю, у меня прям сердце сжимается. Ладно, я вот предыдущее видео снимала, где Валентина Рычкова пишет, что у меня взошли банановые ноги, там тонкие заморыши. Это ещё они могут выправиться. Потом читала про Татьяну Воротынцеву, что у неё после пикировки рассада тянется. Там я говорила, применять или нет ингибиторы, это ваше дело. Но когда приходят комментарии, что уже люди пишут, СОС, у меня рассада после пикировки погибает. У кого на второй день, у кого на третий. Это уже такие обстоятельства, которые скорее всего нельзя изменить. Если рассада начинает погибать, конечно, погибшие ты уже не вернёшь. Но я сейчас хочу сказать, что тут ничего нового мы придумать не можем. И вот ей, таким людям, зрителям, другие пишут, что не переливайте, пожалуйста. Перелив увлажнения почвы – это основная причина гибели рассады. Я сейчас опять на этом остановлюсь. Скажу опять же общие правила, общие слова, потому что ничего нового мы не придумали. Самое главное, я вот покажу сейчас свои. Вот у меня распикированные 2 марта. Вот это вот, которые толстоногие, а это которые такие, ну, более высокорослые. И вы видите грунт. После 2 марта я, как при пикировке, под корень их полила. Не было у меня ещё ни одного полива. Я вот сейчас раз-раз-раз, раз прорыхлила, два прорыхлила. Я не поливаю их, потому что я сама боюсь гибели рассады. Переувлажнённый грунт – это рассадник для заболеваний. Может просто даже вот этот нежный стебелёк томата, несмотря на то, что он имеет способность образовать корни. Если прохладно и мокрый грунт, он может просто сгнить. Это может быть даже не чёрная ножка. Просто вот процесс сгнияния, сгнил он и всё, потому что холодно, потому что мокро, сыро. Ещё раз говорю, что вот у меня, помните, была ситуация, а, пока туда не пошла, скажу, что вот 2 марта я распикировала рассаду. Вы видите, что ни одного сеянца не погибло. Вот вообще не выпало ни одного. Все стоят целенькие, здоровенькие. То же самое с рассадой, которую я пикировала ещё полмесяца назад. Вот она, она стоит, вся пышет. Но я слежу за ней, и вы видите, что я уже показывала, что у меня здесь даже подсыпка. Один раз я полила, да слишком так, знаете, смачно. Я вижу, что грунт влажный. Я уже этого сама боюсь, потому что я знаю, что это чревато. Я подсыпала золой. Всё, вот почти неделя прошла, ничего, зола в себя впитывает вот эту лишнюю влагу, и там если какая-то зараза, она выжигает её. Тут достаточно соблюдать простые правила. Не переливать. Вообще томаты, они очень неприхотливые, очень живучие. И чтобы они погибли, это нужно постараться. Единственное, вот чтобы было холодно, чтобы было сыро. Все вот неблагоприятные условия, чтобы сошлись в одном. Но в крайнем случае, если у вас уже началась такая ерунда, что падает рассада, тут уже выбора нет. Нужно проливать фунгенцидом. И многие уже зрители мои пишут, что один спас только привикуром. Вот полила привикуром, больше ничего. Опрыскивать можно привикуром. Если вы видите, что вот у вас рассада, например, такая уже хорошая, здоровенькая, и что-то началось, раз один сеянец упал, второй. Просто сделайте обработку фунгицидом по листу. И я... Сейчас, подождите минутку. Ой, сейчас достану. Хотела показать и далеко отложила. Хочу показать вам вот пачку. Мы же привыкли, что такие синие ХОМ, Ордан, вот бордовская смесь, мы применяем только в огороде, в открытом грунте, когда уже у нас завязи, когда опасность фитофторы. Но вот здесь на пачках, если кто... Я всегда низ тоже редко когда читаю, но если вы прочитаете в самом-самом низу пачки, тут написано, при необходимости защиты, вот этот препарат Ордан, он тоже фунгицид, там смесь, медь содержащий, нужно проводить профилактические обработки. И обратите внимание, 4-6 настоящих листьев. То есть 4 листа, это когда у нас рассада еще совсем маленькая. У меня раз, два, три, четыре. У меня вот у этой рассады 4 листа. И если у вас начались какие-то заболевания, или что-то у вас такое, вы можете даже вот простым препаратом Ордан, ХОМ, то есть вот это голубое опрыскивание провести, и оно тоже будет помогать вам профилактическо. Если вы боитесь, что у вас погибнет, сейчас для томата ничего страшного, у вас же нет еще там плодов, до того, как еще его кушать, еще пройдет 3 или 4 месяца. Все это выйдет потом, и листья эти вы потом удалите, все это выветрится. Главное сейчас любыми средствами поддержать вот эту жизнь, вот эту хрупкую рассаду, чтобы действительно не умерло поголовье. Но я это советую только для самых-самых крайних случаев. Когда действительно вы видите у вас гибель, тогда уже и Привикур, и Ордан, и ХОМ, все можно, люди и опрыскивают, и землю поливают, для того, чтобы только сохранить вот эти вот первые недели, может даже месяц. Потом растение окрепнет, ему уже будет ничего не страшно. Все, до свидания, спасаем, чем можем, и тут мы уже не должны быть щепетильны, получит ли там растение лишнюю какую-то молекулу меди или нет. Нужно думать о том, как спасти. Потом все это выправится. После высадки в открытый грунт обычно рассада преображается, у нее новые корни нарастают, новые листья. Эти листья обрежете, выбросите, и забудете, как страшный сон. Редактор субтитров А.Семкин